Наконец-таки, ребят, игра запустилась. Я готов пережить всё. Наводнение, землетрясение, цунами, да всё что угодно. Но не то, когда игра пишет, что нет интернет-соединения. Господи, она два часа не запускалась. Каким образом, я вообще не понимаю. Ты просто тупо сидишь и запускаешь её в надежде на то, что в какой-то момент этой сраной табличке не выскочит. Как это работает, я не понимаю. Что они сделали с этими сраными серваками, что они загружаться не хотят. Интернет-соединение у меня стабильное. На айфоне всё работает. Игра работает потрясно. На андроиде ничего подобного. Игра вообще не хочет работать. Я даже планшет свой подзарядил, чтобы наконец-таки в игру зайти. И неужели игра запустилась и теперь я могу записать для вас 21 день марафона. Фу, ребят, теперь я выговорился. Всем привет, с вами Стивен. И я продолжаю играть в игру Mortal Kombat Mobile. Это 21 день. Не совсем марафона, а 24 часа челленджа. Я немножко ошибся. Путаю иной раз с Инжастисом. Если кто не знает, у меня есть второй канал, где есть ролики по Инжастису. Там очень много всего интересного. А сегодня мы будем открывать наборы, выбивать кенши и выбивать алмазную карту. Поэтому давайте не будем этот ролик затягивать, а просто я скажу. Поехали! GameGold.ru Сайт, на котором вы сможете приобрести души, новую экипировку, персонажей, аккаунты, а также любой другой товар по самым низким ценам и быстрой доставкой. Также на GameGold можно найти большое количество игровой валюты на любую другую игру, полный список которых вы видите на экране. Но это еще не все. Только перейдя по моей ссылке в описании, вы получите неплохой бонус при покупке товара. На сайте действуют промокоды, которые помогут вам прокачать свой аккаунт в разы быстрее. Стивен Бонус дарит вам 500 душ при покупке любого товара. И Стивен Скидка. При покупке от 1000 рублей 10% скидос прямо от меня. Ссылку на сам сайт, а также промокоды можно найти в описании под этим роликом. Пацаны, не переживайте, в любом бы случае я сказал поехали, потому что чем быстрее я запишу этот ролик, тем меньше, конечно, шансов на то, что он у меня вообще хоть запишется. Не, не запишется, не запишется. Вот. Наверное, так будет правильно. Потому что шансы велики. То, что в какой-то момент времени игра снова решит не загружаться. Ну вот, ей не захочется этого делать. Я просто буду сидеть такой и скучать на протяжении двух часов, играя на iOS устройстве, потому что Android работать просто-напросто отказывается. Ну а на данном этапе все нормально работает, а как вы видите, я даже принимаю задания. Для чего я это делаю? Ну, мне надо 280 душ. У меня уже 285. Но в любом случае я все-таки попринимаю задания до конца, потому что мне это потребуется в любом случае. Плюс я сегодня сделал глобальную ошибку. Я вместо 12 часовых заданий в 2 часа ночи поставил часовые задания и лег спать. Просыпаюсь, думаю, сейчас я стану мажором, у меня будет много душ. А я поставил часовые задания. По инерции, пацаны, по инерции. Я не виноват. Да. По поводу крака на рептилии. Хочу получить 65 душ. Хочу получить это чудовище. Но проблема вся в том, что требуется золотой ермак. У меня его нету, к сожалению. Поэтому, если вдруг каким-то непонятным образом он мне выпадет, я против не буду. Да, кстати, его можно за 5 бариков купить, но тратить деньги на игру, когда я играю 21 день, это будет не совсем правильно. Так, поэтому давайте я просто-напросто сейчас возьму и буду просто-напросто выбивать кенша. Вот, все. Это все, что я сказал. Давайте пытаться это делать. Надеюсь, сейчас загрузка будет работать нормально. Мне не придется вырезать игру. О, отлично. Более-менее. И поэтому вы будете смотреть в прямом эфире, как мне выпадает перчатка скандалиста, которая прокачена, медальон до 10 слияния и каталькан 10 слияния тоже становится. 7 наборов, кстати, открыть могу. Хотя бы один, но кенши должен быть. Поэтому прокачаем его немного. И, возможно, сейчас коллекция немножко поменяется. Да, кстати, в этом ролике я еще апну Кейси Кейдж. Поэтому, пацаны, ролик получится великолепный. И девушки. Самое главное, девушки тоже. Потому что я уверен, меня хотя бы один человек женского пола смотрит. Наверное. Моя мама. Так, ладно, продолжаем, продолжаем. А спецприем. Плащи обычные. Ой, нифига себе, плащи какие красивые становятся. И Скорпион. Скорпион, нормально, пятое слияние. Неплохо, неплохо. Очень даже неплохо. И следующее. Покупаем еще один на Бориус. Я не уверен, конечно, что будет все достаточно круто и весело. Но все-таки будем надеяться на кенши, который мне выпадет. Видите уголок? Ну, стопудово он. Нет, это Сабзира. Кстати, Скорпиона я тоже не прочь прокачать. Потому что Скорп мне тоже потребуется. Будем смотреть, конечно, и на Скорпиона. Рано или поздно я его тоже добью, наверное, до 50 уровня. Так-то он у меня уже 30, поэтому немного времени осталось. Так, спецприем. Далее темное колдовство. Окей. И кенши. Кенши супер. Кстати, девятое слияние. Я-то думал, он у меня седьмого. А он, оказывается, у меня восьмого был. И становится уже девятого. Еще одна карточка. Как вы думаете, вот с двух наборов, какова вероятность того, что выпадет кенши? Вот насколько велика вероятность выпадения кенши? Ну, мне кажется, она очень мала. С двух наборов. Хотя, помните, вчера Касси Кейдж мне выпала два раза подряд. Даже три, по-моему, раза подряд. Но здесь 100% такого не будет. Поэтому мы получаем Катальканы и идем куда подальше. Да, именно. Но ничего страшного. Я верю, что сейчас мы откроем последний, самый последний серебряный набор. И кенши у нас в кармане. Таким образом, мы просто-напросто его качаем. И можем проходить кучу боев. Кучу боев, потому что серебряный кенши – это самый сильный серебряный персонаж. Вы должны это помнить, когда начинаете играть. Это, естественно, не Касси Кейдж. Касси Кейдж мне нужна была раньше. Сейчас мне она не особо нужна. И как Джакс Брикс, он мне тоже особо не нужен. Но он мне выпадает. Но у нас при этом есть еще 32 тысячи. Поэтому еще один серебряный набор. Сколько я их уже открыл? Наверное, штук 8, не меньше. Ну, как мне кажется. Поэтому давайте смотреть. Две случайные карты и кенши в кармане. О, смотрите, уголок. Нормально. И кто у нас тут? Ааа, Ермак. Ну, такое-такое. Ладно. В целом, хоть что-то, да, повыбивали. Одного кенша я все-таки кое-как, но прокачал. И единственное, что сейчас стоит сделать, как мне кажется. Вот Касси Кейдж сейчас на задании находится. Но ничего страшного. У кенши, кстати, атака 18 тысяч. В то время, когда у Касси Кейдж 19 тысяч. Но я ее не просто так апнул до 55 уровня. Все просто потому, что у меня уже есть 8 карточек. И я ей 60 и добью просто так. А дальше уже будем нацелены на кенши. И будем со временем, конечно, прокачивать именно его. Таким образом, вы смотрите. У него уже становится 20 тысяч 311 атака. Но это без экипировки. С экипировкой, конечно, все будет в разы круче. Как и у кенши, естественно. Но это будет чуточку позднее. Тут нужно кого-то еще качать. Я пытаюсь сейчас внешку качать. Но давайте, наверное, перейдем на Кракен Рептилию. Выберем, допустим, даже эту битву. Я понимаю, РМК сейчас нету. Но загрузим предустановку киберубийцу. И посмотрим, сколько урона. А, 20 тысяч. Нет, это странно. Маловато как-то. Вроде должно быть больше. Вроде было и так 22 тысячи. Может, из-за того, что она на задании, она особо не хочет, скажем так, понтоваться своими силами. Потому что у кенши вроде максимум 22 тысячи, если я не ошибаюсь. У кенши максимум 22 тысячи. Могли бы, если бы я режим заданий не принял дальше, могли бы башню Шоокана попробовать пройти. Но у меня кесикет сейчас немножечко занята. И смотрите, у меня 812 тысяч кунаев. Я нахожусь на первом претенденте. У меня есть еще один день. Поэтому до мульта добиваем. У нас будет снова 1% на Нубу Сайбата. И 3% на кенши, Китану, либо Токеду. Да, не персонажи ударной группы, конечно. Поэтому, ну, такое себе. Ну, хоть что-то. Хоть что-то. Поэтому я буду ждать этого наборчика. И верить в невозможное, как мне кажется. Это определенно. Так, и давайте, наверное, сейчас перейдем в магазин. В магазин. Наборы карт. И посмотрим, что же мне выпадет с наборов Рэдди Крюгер. 20 часов остается. Не знаю, накоплю ли я еще на один набор. За 20 часов это очень сложно сделать. При том, что я сегодня с душами немножко облажался. Но будем пытаться. Будем смотреть, что мне сейчас выпадет. И я буду надеяться, конечно, на великую. Интересную. А самое главное, крутую карту. Но тут как повезет, конечно. Тут как повезет. Уголок, по-моему, есть. Блин. Это не новая карта, скорее. Или... Или... А, нет. Нет, нет, нет. Это не тот уголок, о котором я подумал. Это снаряжение внешнего мира. Так, соединяем. Соединяем. И тут у нас барбанная дробь. Продолжаем. Люкан огненные кулаки. Вот знаете ли, я бы на самом-то деле очень сильно расстроился. Если бы я не понимал одного но. В испытании периодически требуется золотой люкан. Золотой люкан у нас только один. И таким образом, я можно сказать, в испытаниях убивает двух зайцев. Выпадение люка на огненные кулаки, ну, очень редко. Я очень редко его встречаю в любом наборе. И в особенности, когда играют новички. И когда нужен люкан. Они просто бадхёртят с того момента, что... Например, тех же кенши золотых. По-моему, несколько, если я не ошибаюсь. Старший бог, там, одержимый и так далее. И тому подобное. Со скорпионами такая же ситуация. Мастер баланса как-то так. Да, ну, это я про кенша говорил только что. А люкан только один золотой. Один. Их больше нету. Поэтому отчасти то, что выпал люкан, это, конечно, круто. Но я ждал оттуда не люкана. Совсем не люкана. Я ждал, ну, допустим, Фредди Клюгера. Но он мне не выпал. Хотя я выпал на другом аккаунте. Да. Вроде как всё. Больше рассказывать на данный момент нечем. Потому что всё, что я мог, я продемонстрировал. Кстати, ржавая бензопила выпала. Те, кто хотят пробивать блок без особых проблем, то прокачивайте её. 25% вероятности превращения основных атак в неблокируемую. И 50% уменьшения расхода силы на спецприём-2. Наносите спецприём-2, сразу же появляется спецприём-1. Но это только при 10-м слиянии. Время действия в состоянии эрвести увеличивается на 10 секунд, по-моему, если прокачать до 10-го слияния. И на 1 секунду при 0-м слиянии. Вот. Больше рассказать нечем. Кошмарную башню пока не пытался проходить. Просто взял, слил все попытки. Башню ужаса вроде как тащу. Вроде как дойдём в скором времени до следующего босса. Поэтому, ну, будем, конечно, надеяться на лучшее. При том, что у меня вроде уже есть более-менее такой крутой Кенши. У меня есть Кейси Кейдж. У меня есть Кейси Кейдж спецагент. Они должны порешать данные проблемки. Ну, в общем-то, Кенши точно справятся. Я уверен. На все 100. Да, нужно ещё как-то таланты набить. Потому что все советуют мне метку смерти прокачивать. А я до метки смерти даже дойти до сих пор не могу. Потому что у меня очков не хватает. Ну, чтоб Джейсона пройти. Поэтому будем ждать этого момента. На это требуется какое-никакое время. Очень короткий, ребят, выпуск получился. Очень короткий. Хотелось бы его сделать 20-минутным. Но есть одна небольшая проблема, которая всё время меня смущает. Это, конечно же, загрузка игры. Вот эта вот проблема с тем, что интернет-соединения нет. Я не понимаю, с чем она связана. Я в предыдущем ролике сказал, что надо использовать VPN. Тогда, может, проблем не будет. Но, как мне показалось, VPN ничего не решает. Защита от вируса. Спасибо большое. Так вот, VPN ничего не решает. И поэтому, скорее всего, это просто совпадение. Было, что я запустил VPN, и игра запустилась. Я подумал, что благодаря VPN всё сработало. Потому что потом, когда я немного поиграл, игра снова вылетела. Я её перезапускать начал с VPN, она не запускалась. Много времени прошло, в общем, грубо говоря. И вот только сейчас я записал ролик в 22.38. Хотя планировал это сделать где-то 3-4 часа назад. Я всё время ждал, пока игра загрузится. Бред полнейший. Но что с этим поделать, непонятно. Разрабовый человек не особо шевелится. Всё. Всем большое, ребят, спасибо за просмотр. Если вам понравился данный ролик, в котором почти ничего не произошло, кроме выпадшего Кенша на 21 день, то, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Будем дальше бустить аккаунт. И, конечно же, стараться его прокачивать. Завтра, наверное, завтра будет набор воинфракций. Скорее всего, завтра. Я постараюсь сделать так, чтобы завтра вышел, так как, ну, очень мало инфы будет на завтра, как мне кажется. Но посмотрим. Всё. Всем спасибо за просмотр. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok